Понятно вообще, как чё делал, как исполнял свои обязанности. Просто сейчас их немного побольше. Он такой, типа, делаю свои видеоролики, строю какую-то аргументационную базу. Чаша весов склонится к тому, чтобы вот... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Пока новости по Аризон Мобайлу нету, не выходит вообще каких-то там, знаете, обновлений, фиксов, багов, там, обновлений, фиксов, багов, инцидентов, возможно, каких-то. Я хочу вам рассказать про инцидент на вот обычной Аризон РП, на компьютерной. А если быть точнее, то на сервере Туксон, на котором снимает Мараз Шакур. Кто ещё? Лайт Джо. Ну, в общем-то, там много всяких разнообразных GTA-самп-ютуберов, скажем так. И, в общем-то, как-то разбирать каждого, говорить, чем он знаменитый, что плохого он делал. Ну, то есть, у меня уже есть такие видеоролики. Можете посмотреть там и Мараз Шакур, там и Лайт Джокер, там и вот все остальные люди есть. Поэтому, как бы, можете посмотреть там и на этом канале, и на канале Сдан Семён на английском. И, возможно, на канале Семён, и, возможно, на каких-то других каналах тоже есть то, что я говорил о каких-то вот всех вот этих вот людях. Поэтому, ну, вот, давайте на этом, на всём обусловимся. И перейдём непосредственно к тому, что вообще произошло. На сервере Туксона стоял какой-то, видимо, главный администратор, который там уже, знаете, как-то плохо, хуёво работал. Непонятно вообще, как чё делал, как исполнял свои обязанности. Ну, как-то так, ну, там уже, знаете, на отъебись. Если поначалу, когда тебя только ставят там, знаете, на все эти админки, на всё прочее, у тебя ещё есть какой-то энтузиазм. Есть какие-то вот эти вот все прочие вещи. То потом, типа, ну, тебе уже вообще похуй. Ты сидишь такой, блядь, там, чё-то жалобы проверить, форум заполнить. Да кому это нахуй надо? Да есть же СК Массон, есть там какие-то ютуберы. Вот они всё это и сделают. При том, что на Туксоне действительно дохуя ютуберов. И, наверное, на нём вообще, блядь, концентрация всех вот этих вот GTA-самп ютуберов, которых вы только можете за стримеров, там, ютуберов. Но больше там, наверное, всё-таки стримеров. Хотя я, опять же, могу ошибаться, какие все люди, какие все остальные чуваки. И дело в том, что он уже давно, так знаете, ну, не вызывал доверия какого-то. Вот он так, как руководители Аризоны РП, они такие постоянно сердобольные, входят в ситуацию, даже в случае со мной, я это не рассказывал. Но постоянно, знаете, СК Массон входил в какие-то мои ситуации, там, жизненные, нежизненные, когда просмотров было мало. Это, как бы, у меня постоянно. Просто сейчас их немного побольше. Он такой, типа, ну, нормально, нормально, всё хорошо. И поэтому, типа, ну, я примерно представляю, как всё это происходит. И, понимаете, а человек в данном случае, вот я уже неоднократно это говорил, но человек кинул на доверие, ему доверились. И, типа, ну, вот он просто уже ждал того момента, когда его снимут. Потому что, ну, он заебался, он уже там, наглость дошла до того, что он там начал что-то верты продавать. Возможно, админ... Ну, ну, в общем-то, всё вот это, все вот эти вот, знаете, непотребства делать, там, админ инфу какую-нибудь, возможно, продавать. Да я уверен, что там много всего было. Того, за что могут спалить, того, за что не могут спалить. Как лично мне кажется, спалить на Аризоны Ролеплей смогут за всё. Потому что там такая, знаете, обширная база всех этих логов, всех вот этих вот строк того, что ты делал. Каждый ваш перевод, каждое ваше какое-то действие, даже самое мелкое, оно, разумеется, ну, там отображается. И поэтому как-то что-то утаить. Но это достаточно сложно, если только, там, знаете, передавать как-то через трейд. Хотя это тоже, наверное, пишется, там, через машину, если это вообще возможно. Потому что я слышал, что на каких-то серверах, допустим, те же самые верты при покупке, там, при продаже, они передаются через машину, и вроде как это всё не палится. Я сейчас не помню, что это за проект, но если вы вот помните, то, разумеется, можете написать обо всём этом в комментариях. И понимаете, то есть с чуваком-то всё понятно, там, сливал верты, там, продавал админ информацию, делал вот все вот эти вот прочие штуки. Нашли это путём того, что взломали его страницу ВКонтакте. Видимо, пароль он ставил что-то на уровне, там, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, или там, я не знаю, Иосиф Сталин 1, 3, 3, 7, Адольф Гитлер, там, я не знаю, 1, 4, ну, я думаю, вы поняли. Я, если что, осуждаю на всякий случай, я вот без всего этого ни к чему не призываю, и опять-таки, всё нормально. И понимаете, в чём дело? То есть, если бы его не взломали, он бы, наверное, до сих пор сидел на туксоне, нихуя не делал, продавал там вот эти вот северты, админ информацию, всё прочее. И понимаете, в чём дело? Данный человек находит отклик от людей, которые, видимо, ну, никогда не играли на Аризоне РП. Если посмотреть комментарии в том же самом лайфсампе, я постоянно, знаете, делаю свои видеоролики, строю какую-то аргументационную базу, или там, факты, доводы, ну, я думаю, что вы всё это поняли. На комментариях именно из лайфсампа, потому что в лайфсампе, как мне кажется, сидят, наверное, самые правдивые люди. Вот то, что они думают, то они и пишут, но они не понимают, что их мнение насчёт каких-то вещей, каких-то вообще проектов, всего прочего, оно немного устарело. И иногда нужно посмотреть куда-то вот более дальше, ну, вот как, я не знаю, не быть Артуром Митиным, короче. Потому что Артур Митин, он, знаете, видит только вокруг себя, да и не только Артур Митин, это чисто, как, знаете, такой пример в случае со мной вот был, когда я отправлял ему конкурсную свою работу, а этот карлик, масон, иллюминат, вор, он всё украл и вообще скрылся с моими деньгами где-то в непонятном направлении, отдал какому-нибудь там, я не знаю, Паулю там, ещё какому-то вот этому чуваку деньги. И понимаете, в чём дело, то есть тут чуваки просто его поддерживают, бля, вот этого администратора, который нихуя не делал, там, как-то вот этот вот админформа, ну, в общем-то, вот делал всю эту хуйню и его поддерживают. И поэтому, понимаете, в чём дело, администраторы, которые, допустим, стоят там на Фениксе, на том же, на котором играю я, или на прочих серверах, они могут вот так вот их, допустим, всё заебало, и они думают, типа, уйти нормально, или там, повыёбываться, попродавать верты, там, поделать прочую вот эту вот всю хуйню, или сделать, типа, ну, нормально. И увидят, что чуваки-то все эти, которые сливают админки, которые там делают всё прочее, админ-инфо, возможно, сливают, они находят одобрение среди людей. И типа, разумеется, что у них, так, знаешь, чаши весов склонятся к тому, чтобы вот створить эту хуйню, пока тебя не спалят. И, понимаете, вот меня просто настораживает то, что если бы ВК у него не взломали, потому что нужно, блять, вставить двухфакторную аутентификацию, дебил. Хотя, возможно, тебя взломали, когда скинули какой-то скрипт, там, РМС, или там просто все, там, куки браузера слезали и сделали всё нормально. Но в целом, всегда ставьте, блять, двухфакторную аутентификацию. И если вы думаете, что вы, допустим, удалили сообщения ВКонтакте, там, свои, там, я не знаю, отредактировали их и всё прочее, дело не в этом, понимаете? Дело в том, что ВКонтакте хранит весь архив с вашей вот этой вот всей пользовательской информацией, и её можно получить просто введя пароль на определённом сайте. И это всё будет официально. Это всё будет официально от вот этого вот всего ВКонтакте. И типа, ну, так это происходит. Поэтому, ну, такое себе. Однако, ну, чел, конечно, слил вот эту вот админку, хотя его сняли, там, он бы до сих пор сидел, там, вот эти вот все верты свои продавал, зарабатывал деньги. Это всё при том, что главным администраторам платят зарплату. Блять, причём не вертами, там, допустим, как на СамПРП было, хотя, возможно, и сейчас до сих пор та же самая ситуация. Им платят нормальную настоящую зарплату деньгами. Это ж пиздец вообще. И они при всём этом, ну, я не знаю, возможно, там какой-то пласт работы дико большой, возможно, просто всё это заёбывают. Но я не понимаю, как такое можно сделать с чуваками, которые платят тебе деньги. Блять, чуваки там на каких-нибудь проектах на других, они сидят, всё это делают забесплатно. А тут тебе платят деньги на самом крупном проекте, и ты ещё, типа, как-то возмущаешься вот это вот всё. Ну, для меня лично это непонятно. Я бы вот так делать лично не стал, хотя, не, я бы так делать не стал. Разумеется, я бы ушёл нормально, сказал бы вот то, что, типа, ну всё, при том, что этого чувака ещё и пожалели. Это максимально омерзительно, как лично мне кажется. Но никто не знает, какие были условия, но и это, разумеется, его тоже не оправдывает. Даже если условия были каторжные, ну, блять, просто возьми и уйди. Всё, не можешь уйти, потому что платят деньги. Ну, как-то исправляйся, я не знаю, как-то вот делай всё получше, чтобы стать лучше, разумеется. И, типа, ну, я не понимаю этого. Возможно, кто-то из вас это понимает и сможет мне объяснить это в комментариях, но я всего этого не понимаю. Вот как-то так. Но, тем самым, тем не менее, я снимал на проекте Arizona RoleplayFenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании. Там же мой промокод NOTOXIC54. Там же моя ссылка на мой телеграм-канал, в котором там уже скоро будет 500 подписчиков, возможно. Чуваки отписываются, чуваки подписываются. Ну, вы как бы подпишитесь, и там вот всё будет круто и классно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже. В общем-то, как пойдёт. А, да, ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok